Да, Павел, настроение у Артема отличное. В аэропорту его встречали родители, родственники и друзья. Как признался нам сам Артем, это был не самый простой чемпионат в его жизни. Финальный бой для Артема складывался неудачно, и только в последнем раунде боксер сумел вырвать победу. В принципе, по бою я понимал, что вроде бы все нормально идет. Даже то, что я проигрываю одно очко, это еще ничего не значит. Всегда хотим только первого места, как и все, наверное. А так, ну, чемпионат, жеребьевка у него была тяжелая такая, бои были тяжелые, четыре боя провел такие. Тяжелый, довольно-то не просто все досталось. Артем Чеботарев стал уже трехкратным чемпионом России. Впервые национальное первенство он выиграл в 2009, потом в 2010 году. Но главное разочарование – это не попадание саратовского спортсмена на Олимпиаду в Лондоне. Сегодня Артем уже строит планы на будущую Олимпиаду, которая пройдет в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Я думаю, что эта победа поможет включить вид спорта бокс в перечень базовых видов спорта для Саратовской области. Как раз сейчас министерство ведет активную работу по включению этого вида спорта. Достижения Артема Чеботарева, конечно, огромные, но все же оно не вызвало большого интереса. Например, когда возвращался олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, в зале прибытия было просто не протолкнуться. Павел.